Уже в 24-й раз победители премии журнала «За рулем» получили свои награды. Церемония прошла в московском концертном зале «Известия Холл», а жюри премии традиционно составили самые придирчивые и взыскательные судьи – читатели издания. Гран-при «За рулем» принципиально отличается от большинства других премий тем, что мы собираем голоса читателей. И читатели голосуют за те автомобили, которые им нравятся. Понятное дело, что это чуть-чуть, наверное, голосование за автомобиль мечты. Люди всегда тянутся вверх, хотят чуть большего, чуть более быстрого, мощного, более красивого. Но все равно эти итоги нашего голосования очень часто коррелируются с рыночными итогами. За победу в своем классе борются все новинки, которые вышли за предыдущие 12 месяцев. В этом году в конкурсе приняли участие 53 модели. Делим их по классам. Небольшие машины, средние, крупные и так далее. Кроссоверы отдельно, легковушки обычные отдельно. Вот в этот раз набралось 12 классов, включая класс коммерческих автомобилей. В частности, приз в малом классе достался «Ладью Вести Кросс». Также «АвтоВАЗ» получил приз от редакции журнала «За выпуск автомобилей на сжатом газе». Это, напомним, «Веста Си Энжи» и «Ларгус Си Энжи». А вот в номинации «Компактный класс» приз получил «Киа Сид». Читатели оценивали три основных параметра. Они оценивали дизайн. Они оценивали техническое совершенство машины. И они оценивали практичность. Техника – емкое понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Дизайн – его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по ее внешности и убранству интерьера. Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. «Женщин очень много голосует, как ни странно. Очень много. Регионы тоже разные. У нас есть голоса из Якутии, например, с Дальнего Востока. Очень много людей из Кавказа голосует, из Краснодарского края. Естественно, много голосов из Москвы, из Питера. Какая-то корреляция, конечно, с плотностью населения есть». Всего премия набрала более 10 тысяч голосов. И если раньше это были бумажные анкеты, то теперь голосование идет онлайн. В следующем году премия также состоится и ожидается, что претендентов на победу в каждом классе будет еще больше. Кроссовер Liftback Renault Arkana, разработанный при участии российского подразделения марки, появился и за рубежом. Первый рынок за пределами России, который примет новинку, оказалась Корея, где на автосалоне в Сеуле состоялась презентация модели. Правда, кроссовер будет продаваться под местной, не совсем автомобильной маркой Samsung. Однако все объяснимо. В далеком 1994 году первый гибрид автомобильной и телефонной компании образовали Samsung и Nissan. Однако после кризиса в 2000-м автомобильное подразделение отошло к Renault. С той поры корейский производитель носит имя Renault Samsung Motors. Но чтобы никого не путать, автомобили по-прежнему продаются под логотипом Samsung. Итак, имя автомобиля – Samsung XM3 Inspire. И это тоже пока лишь прототип будущей модели, и он имеет ряд отличий от российского собрата. Корейская версия щеголяет оригинальными бамперами с другими вставками, иной формой подштамповок в нижней части дверей и даже другими задними фонарями. Под капотом также имеются различия. Здесь расположился полуторалитровый турбодизель мощностью 90 лошадиных сил. У российской версии Arkana, напомним, стоит бензиновый объемом 1,3 литра. Однако такая замена вполне логична. В Корее двигатели на тяжелом топливе более чем популярны. Когда корейскую Arkana планируют поставить на конвейер, пока информации нет. Однако известно, что в том или ином виде модель выйдет также на рынки Бразилии, Китая и Южной Кореи. Компания Ford отказывается от импорта и выпуска легковых автомобилей в России. Внезапное решение не касается сегмента легковых коммерческих автомобилей. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, причиной такого шага стали проблемы со сбытом продукции. В сегменте коммерческого транспорта у компании есть успешная серия грузовых фургонов и микроавтобусов Ford Transit, которую и будут развивать. А вот конкурентную борьбу в легковом сегменте американский производитель, к сожалению, проиграл. Управлять производством и продажей коммерческих автомобилей Ford будет российский партнер марки, группа Solars, которая получит контрольный пакет в совместное предприятие Ford Solars в результате его реструктуризации. Плюс ко всему, по словам Козака, сейчас российское правительство обсуждает с Solars возможность заключения специнвестконтракта, согласно которому Ford Transit будет производиться на предприятии в Елабуге. Сейчас, напомним, Ford Solars имеет еще два российских завода во Всеволожске и Набережных Челнах. Специнвестконтракт станет гарантией доступа к промышленным субсидиям, в частности, компенсации утилизационного сбора, без которого производство будет попросту нерентабельным. Решение по этому документу может быть подписано в течение ближайших пары месяцев. Компания Mercedes-Benz показала на видео испытания Mercedes-AMG A45 на ледяном треке в Швеции. Заснеженное покрытие – отличная проверка дрифт-режима работы полного привода. На видео можно увидеть, как лихо справляются заряженные хэтчбеки с управляемым заносом. Информации о новинке пока немного, но уже известно, что 400-сильный Mercedes-AMG A45 перенял систему полного привода у модели И-63С. Электроника хэтчбека позволяет размыкать муфту подключения передней оси и отключать систему электронной стабилизации, а в промежуточном режиме допускает эффектные скольжения. Пока это лишь предсерийный прототип хот-хэтча. Дата выхода новинки на рынок еще не спланирована. Завершился центрально-американский этап экспедиции на Буханке вокруг света. Участники проехали Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, пересекли Гватемалу. Финалом этого затяжного этапа стала Мексика. В общей сложности участники экспедиции проехали 71 тысячу километров, что стало рекордом путешествия на отечественном автомобиле. Буханка оказалась просто сверхнадежным автомобилем, я не шучу. И ломалась она вот так, чтобы машина встала всего два раза. Первый раз это сломался ролик натяжения ремня приводного, еще в Анголе, в Африке. И второй раз это в Бразилии сломался свечной провод, ну как бы закоротил там что-то. Этап выдался непростым. И дело вовсе не в непроходимых дорогах или криминально настроенных местных жителях. Дело застопорилось из-за оформления документов, которых пришлось ждать три недели. Самые проблемы всегда, наверное, вот в этих таких вот путешественных, это бюрократические коррупционные проблемы. Однако все это меркнет перед красотами за окном Буханки и, главное, людьми, которые встречаются в путешествии. Многие из них оказываются нашими соотечественниками, которые сами выходили на связь с экспедиционерами через соцсети. В центральноамериканском регионе мы столкнулись просто с шикарным отношением к нам со стороны наших соотечественников. Причем это и Украина, и Белоруссия, и Россия. То есть все вот кто там живущий из ныне разделенного государства, все очень благословно к нам относились. То есть варили и борщ, и кормили котлетами. Одна из основных миссий экспедиции, которую активно поддерживает Общественная палата России, продвижение русских традиций и языка за рубежом. Следующим этапом экспедиции станет Канада. Завершение этой кругосветки запланировано на осень. Финиш остается на Красной площади в Москве. Ну а наши зрители могут следить за всеми приключениями путешественников в эфире телеканала Автоплюс в специальном цикле программ на Буханке вокруг света. Компания Mercedes представила самый маленький спортивный седан из линейки AMG. Новинка получила имя A35 Sedan и поборется за клиентов с Audi S3. От хот-хэтча представленной модели досталась передняя часть кузова с увеличенными воздухозаборниками и сплитером. А вот задняя часть автомобиля сделана в духе седана CLS третьего поколения. Отголоски его экстерьера легко угадываются в агрессивном заднем диффузоре и сдвоенных патрубков выпускной системы. Под капотом седана прописался двухлитровый цилиндровый турбированный двигатель, а датчик которого увеличена до 306 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Первую сотню автомобиль набирает за 4,8 секунды, всего на 0,1 медленнее хэтчбека. Максимальная скорость новинки – 250 км в час. В нормальных условиях тяга передается на передние колеса, однако в случае необходимости крутящий момент может распределяться между осями в отношении 50 на 50. Помимо прочего, седан может похвастать измененными настройками трансмиссии, ходовой части и подвески, а также усиленными тормозами и увеличенной жесткостью кузова на окручение. А в линейку режимов работы агрегата добавился вариант Slivery, который здорово спасает при езде по скользкой дороге. На европейских прилавках Mercedes A35 седан появится к концу нынешнего года. Цены на модель пока не называются. Lamborghini, Toyota и Michelin не пожелали делить европейский рынок с российским Aorus. Поводом для протестной заявки на регистрацию марки послужила схожесть имени производителя с названием некоторых моделей и продуктов возмущенных компаний. Так, в Lamborghini посчитали, что Aorus созвучна с кроссовером URUS. Представителям Toyota показалось, что наименование марки похоже на модель Aorus. А шинники Michelin выпускают линейку покрышек под брендом Taurus. Сейчас с нами проводят регистрацию бренда Aorus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе этого года марку зарегистрировали в странах Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, а также в Литве и Латвии. Напомним, на мартовском автошоу в Женеве состоялась европейская премьера седана Aorus Senat S600 и его длиннобазной бронированной модификации L700. Обе модели в движение приводятся гибридной силовой установкой на базе 40-сильного электромотора и бензиновой восьмерки объемом 4,5 литра. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат. Стандартный полноприводный седан тратит на разгон до сотни 6 секунд. Его бронированная версия – 9. Разумеется, если Lamborghini, Toyota и Michelin не откажутся от претензий, на мини отступятся от давно запланированной экспансии в Европу. Но продукт придется переименовать. КОНЕЦ